Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, я начал заниматься этим. Исходные данные. Поле зависит от тела. Наше тело создаёт вокруг себя поля, и эти поля, если научиться их видеть и чувствовать, можно определить состояние тела до того, как болезнь появилась. Вот когда я начал этим заниматься, когда у меня эти способности раскрылись в результате достаточно долгих тренировок, в конце концов у меня произошла кардинальная смена. Я увидел не только те поля, которые зависят от тела, а я увидел более глубинный слой полей, которые оказались первичными по отношению к телу. То есть, вот именно эти поля, оказывается, являются первичными в плане болезни. То есть, говоря простым языком, деформация поля происходит, через 5-10 лет человек заболевает. Это первое открытие, которое я совершил, что, оказывается, есть две, так сказать, взаимных противоположности. То есть, тело зависит от поля, и поле зависит от тела. Так вот, есть различные слои полей. Так вот, есть сознание, которое зависит от тела, это несомненно. И, оказывается, есть сознание, от которого тело зависит. Это то, что называли раньше подсознанием, сейчас называют сверхсознанием. Так вот, первый этап, когда я понял, что есть поля, от которых зависит тело. И, значит, воздействуя на эти поля, мы можем вылечить болезнь. И это происходило. когда онкология проходит за неделю, от того, что человек внутренне, у него изменилась конфигурация поля, это очень интересно. Потом я решил задать себе вопрос, а что такое поле? Почему деформация полей приводит к болезни? И что приводит к деформации поля? Что является причиной искажения наших сверхглубинных структур полевых? И выяснилось, что то, что мы называем сверхглубинными, полями, вот те слои поля, которые воздействуют на характер, на судьбу человека, на его эмоции, на все ситуации, которые с ним происходят, вот эти поля, есть его сверхглубинные эмоции, это то, что мы называем душой человека. То есть я, диагностируя полевые структуры тонкого плана, которые влияют на судьбу здоровья, характер и судьбу детей, я вдруг увидел, что это душа. И тогда я понял, что воздействовать нужно уже не механически на поле, а воздействовать нужно на душу. Но самое лучшее воздействие на душу, когда сам человек пытается свою душу привести в порядок. И вот, идя поэтапно по всем этим ступеням, я пришел к тем же выводам, которые изложены в мировых религиях. Я был вынужден говорить о том, что без такого понятия, как любовь и нравственность, человек не излечил. — А почему Вы решили все это вложить, так скажем, в слово, да? То есть как бы Вы могли, не знаю, там... Ну там, Вы же лечите людей, да? Можно же так сказать, в принципе. Вы не знаю, могли бы так, ну просто, ну не писать. Почему вот именно Вам решили все это еще и в книгу, как бы, обречь, так скажем? Дело в том, что много тысяч лет существует такое понятие, как карма. Поведение человека, его поступки, его эмоции всказываются на его судьбе. И я читал это красивой сказкой. А вот когда я увидел, как реально, действительно наши эмоции, наши поступки связаны с нашей судьбой и здоровьем, тогда я понял, что эту информацию желательно донести до людей. Первое. Второе. В Индии нет понятия семейная карма. Если мать что-то натворила, ребенок чист. Есть только личная ответственность. Я увидел, что это не так. Я видел конфигурации поля матери. Конфигурации поля тяжелобольного ребенка. Я говорил матери, во время беременности Вы обиделись на мужа. Из-за этого болеет Ваш ребенок. Молитесь, кайте, снимайте обиды. Она молится, у нее поле выравнивается. Ребенок выздоравливает. Я видел, как поле матери связано с полем ребенка. И как мгновенно состояние ребенка реагирует на глубинные эмоции матери. То есть эмоции наследуются. Эмоции наследуются и положительные, и отрицательные. Неправильные эмоции матери, ненависть, нежелание жить, или поступок, первый аборт, первая беременность, тяжелейшим образом сказывается на характере, на здоровье и на судьбе детей. И вот это я не просто наблюдал, а я говорил матери, что она нарушила когда-то. Она молилась. Она через покаяние проходила все заново. Она менялась. После этого менялся у ребенка характер, здоровье и судьба. А все равно не ответили на вопрос, почему решили как бы в книгу-то вот это вот все это, то есть при том, что не в одну, да, то есть у вас сейчас, ну, по-моему, получается, очень сложности 15 книг. Да. Почему как бы у вас возникла вот эта вот вообще потребность отдать ваше знание, так скажем, да, ваше исследование людям? Для чего как? Вот вы нашли кошелек с деньгами. Какие ваши действия? Вот у одного засунуть поглубже в карман, а у другого поделиться. Вот мне захотелось поделиться. Все. Ясно. А вот я, насколько понимаю, вот вы просто еще немножко вчера, вот вчера уже лекцию послушала, вчера это было, ну, что-то позже вчера. Вот. Вы, насколько я понимаю, вот анализируете не только проблемы одного, допустим, человека, вот вам звонит там какая-нибудь бабушка Маша, да, и говорит там, вот у меня там сын, у меня сын пьет. Да. Ну, вы анализируете, в том числе какие-то экономические, просто вчера услышал вопрос про, вот как раз Михаил Ток, да, вот этот. Да. Вот вы анализируете и какие-то экономические, политические вот эти вот такие распри в нашей стране, вот сегодняшнюю, допустим, ситуацию там с кризисом. То есть это тоже как-то связано с кармой, там, не знаю, да, с человеческими полями или что? То, что я исследую, это законы, по которым развивается душа. Это как закон всемирного тяготения. Можно в него верить, можно не верить, но он есть. Главное и базовое знание о том, как развивается наша душа, изложены в мировых религиях. попыткой познать законы развития души, эти попытки есть и часто успешны в кино, в театре и в книгах. То есть это исследование человеческой души. Поэтому я начал с отдельных людей, и я видел, что болезнь приходит из души. Если есть проблемы с душой, начинаются проблемы с мировоззрением. Если есть проблемы с мировоззрением, начинаются проблемы с поведением, эмоциями. А потом я наблюдал болезнь. Я помогал человеку привести душу в порядок, и он выздоравливал. У него улучшалась судьба. Выздоровливали его дети. Из чего я сделал вывод, что любая болезнь начинается с души. Когда утрачивается любовь, нравственность, вера, то, что главный фактор спасения души, человек в принципе уже болен. А потом я заметил, что как болеет один человек, так болеет группа людей, так болеет государство. Вот недавно по телевизору прозвучала фраза «Культура как фактор национальной безопасности». У нас о национальной безопасности никто никогда не заботился. Тем более о главном факторе, о культуре. Вы знаете, почему удался план Алина Даллеса? Где главная цель – разрушить культуру, разрушить нравственность. И через это разрушать экономику, политику, все остальное. И ведь блестяще получилось. Я не знаю, был ли этот план на самом деле или нет. Эта фраза относится к Алину Даллесу или нет. Но именно то, что было написано еще 50 лет назад, блестяще реализовалось в нынешней стране. Вопрос, почему? А потому что у нашего государства нет концепции защиты и заботи о душе. Нет концепции защиты и нравственности. Ее просто нет. А если ее нет, защищать нечего. И в результате распадается нравственность, а дальше любые ядерные ракеты распродаются, заводы распадаются, люди обворовывают друг друга. И любое выражение, любая экономика и любая гигантская страна с колоссальными запасами вдруг оказывается на уровне Намибии. Почему? Потому что проблема с душой и нравственностью. Так вот, законы распада и болезни одного человека и общества оказались одинаковыми. Поэтому я вынужден, когда я диагностирую одного человека, говорить, что вы живете в том обществе, которое безнравственно. Наша страна напоминает садника без головы. У нее нет целей сейчас. У нее нет приоритетов. У нее только экономические моменты, которые решаются. А на таком уровне, когда человек заботится только о своем теле, ему совершенно наплевать о том, что он думает, в каком состоянии его душа. Это человек уже тяжело больной. Поэтому наше государство тяжело больной. Как отдельному человеку я ставлю диагноз, так ставлю диагноз и государству. Сергей Николаевич, вот вчера я вам задала вопрос про ваших читателей. Вы говорили о том, что... Я к книгам возвращаюсь, да? О том, что вы как бы пишете не так, чтобы мне книгу быстрее бы купили, а вот чтобы... Как это вы сказали, какая-то фраза у вас такая интересная вчера была. Вроде вы как не для читателей пишете, а просто вы плескиваете свои мысли, свои исследования на бумагу, так скажем. Да. И вроде как, не знаю, может быть, я неправильно поняла, окраска получилась такая, что вы вроде и не помогаете, как бы, то есть цели-то помочь у вас нет. Но с другой стороны, да, то есть вы там даете консультации людям по телефону, вы там на форуме на своем отвечаете на вопросы. Вот здесь какое-то несоответствие у вас получается. Соответствие есть, просто нужно это правильно воспринять. Есть система приоритетов. Если говорить о главной цели, у меня нет желания никому помогать. У меня есть желание познать мир. Это моя главная цель. Познание мира меня привело к понятию любовь к Богу, к понятию веры, к понятию нравственности. Поэтому на первом месте у меня познание мира. На втором месте у меня желание помочь познать мир другим. И вот для этой цели я уже пишу книгу, где я даю отчет о своих действиях и пытаюсь людям, если я прошел какой-то опыт, почему другим не помочь его пройти. Просто это не главное, это стоит на втором месте. И третье, соответственно, поскольку у меня главная цель познания мира, примут мои книги или нет, меня мало интересует. Их сейчас приняли, их могли бы не принять. Так что, значит, я от этого мир не должен познавать. Если я замыкаюсь, если главная моя цель угодить читателю, если я не сумел угодить, я должен перестать писать книги. Как и делает большинство авторов. Не угодил, не покупает книги. Значит, тогда, так сказать, нужно заняться другим делом. А для меня это не главное. Кстати, а других писателей? В последнее время, в принципе, как исследователь, как человек, который пишет книги, в последнее время достаточно много литературы появилось, знаете, ну, там, не знаю, какой-нибудь, который там, посмотри в себя, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, там, излечи душу в первую очередь. Почему вообще, с вашей точки зрения, как исследователь, как писатель, да, как вообще, Сергея Николаевича Лазарева, вот, такое обилие этой литературы и такой огромный интерес у людей к подобному роду литературы? Когда, так сказать, начал рушиться социализм, люди стали утрачивать цель. Любое живое существо должно иметь цель. Если не цель, оно просто погибает. Так вот, цель раньше давала религия. Потом пошли проблемы с религией. Люди отказались от религии и взяли другую цель. Социализм – светлое будущее. Оно тоже рухнуло. Если у человека нет цели, он превращается в животное. Так вот, люди, вот это обостренное желание, так сказать, какую-то новую информацию узнать, это есть поиск целей. Вот сто лет назад это было, общество не знало, куда идти. Кризис религии, кризис общества. Началось, так сказать, какой-то поиск, обострение интереса к религии, к оккультизму и так далее. Сейчас все чувствуют, что человечество на грани гибели. Религии не дают ответа, как спастись. Они говорят, скоро вы все умрете и так далее. Конец света. Все. Весь рецепт. Капитализм, так сказать, уничтожает у всех на глазах. Социализм оказался несостоятельным. Люди ищут выход. А когда есть потребность, тут же появляются те, кто ее удовлетворяет. Каким угодно способом. И в основном вся литература на эту тему это заработок. Все. То есть, исключительно коммерческие какие-то. То есть, как бы... А вот, я не знаю, читаете вы книги, не знаю, не своих коллег, не знаю, тех авторов, да? Вот вы читали какие-то, не знаю, я могу перечислить, какие-то там, свияж, там, правда, не знаю, зеланд какой-нибудь. То есть, вот эти вот, да, моменты. Вот вы вообще их читали? То есть, там есть ли, что подчеркнуть? Я читаю несколько страниц. Вы знаете, вот я вам говорил, когда смотришь выступление Познера, сразу видно, что человек говорит очень умно, очень много, вокруг да около, но цель у него одна, протолкнуть себя и решить свои личные проблемы. Все. Не помочь другим, не прояснить ситуацию. То же самое с авторами. Две страницы достаточно, чтобы увидеть, что человек хочет. Он хочет показать себя, продемонстрирует свои возможности. И дальше пустота. Просто есть какая-то тема, вот мне мой, сказать, человек, который в моей книге распространяется, когда вы напишите новую книгу? Я говорю, а почему? Он говорит, очень много авторов на низком старте стоят. Жут, когда вы напишите книгу, а поскольку вы пишете сложно, они все ваши идеи упрощают и выпускают под своим именем, и народ с удовольствием читает. Поэтому очень, ведь понимаете, практически вся эзотерическая литература это купцы. Они перепродают товар, который они где-то взяли. Я производитель. Вот и вся разница. Есть те, кто где-то взял какую-то идею и свое видение ее, так сказать, излагает. Есть люди с проблемной психикой, которые, так сказать, чувствуют, что идет информация и считают, что это уже очень важно. Идет тонна литературы. Вы знаете, какая главная особенность эзотерической литературы? Никакого результата. Вы читаете интересно, красиво, вы при этом не меняетесь. Никак. Вы будете тонны такой макулатуры читать, и у вас ничего не произойдет. Только ощущение какого-то, чего-то и так далее. Знаете, как наркотик. Человеку кажется, что он вообще всем миром владеет, а он сидит с отупевшим взглядом, и у него ничего не происходит. И вот это главная особенность эзотерической литературы. Нельзя ничего извлечь. А поскольку я, так сказать, базируюсь на видении, на опыте и на исследовании законов души, то люди читают мои книги, у них меняется судьба, характер, выздоравливают дети, все. Я это вижу, мне об этом говорят. Вот в этом разница. А у вас есть какие-нибудь ваши, не знаю, как правильно сказать, почитатели, пациенты, наверное, тоже можно назвать, которых вы ведете уже несколько лет. Такие вот есть у вас, которых вы там узнаете, не знаю, где-нибудь на лекции здорового, что-нибудь такое вот есть? У меня были люди, за которыми я наблюдал, которых я вел, и потом понял, что это вредно и им, и мне. То есть человек не должен держаться за меня. Я должен дать ту информацию, которую человек воспримет, потом, можно сказать, эту информацию выбросить, потому что она ему помогла измениться и будет жить своей жизнью. А сказать, я не должен рядом быть, поэтому я это прекратил. То есть вы там не поддерживаете, так скажем, какой-то более-менее личный контакт со своими пациентами? То есть там сказали, как-то помогли, что-то какую-то там консультацию дали и все, забыли. Да. Ясно. Если человек приходит на прием через несколько лет, я смотрю, я вижу разницу, я говорю, да, вы знаете, вы многого добились. Вот это единственная форма контакта, если человек, как бы, я вижу, да, была реальная ситуация, проходит несколько лет, вот я смотрю результат. Кстати, я сейчас просто вспомнила, если вернуться к теме про книги, про эти, в том числе и плагиан, я вот прочитала немножко просто на вашем сайте, что у вас какая-то вторая или третья там книга, там, не помню, перед выходом какой книги вы написали о том, что очень много появилось книг под вашим именем, да, насколько я поняла. Вот эту ситуацию вот разъяснить немножко, что это она там. Дело в том, что есть различные формы пиратства. Есть пиратство прямое. Когда мою книжку перепечатывают, подпольные типографии и издают, как это, так сказать, было до недавнего времени достаточно широко. Есть другая форма пиратства. Поскольку книжка на слуху и она востребована, то, так сказать, пишут мою фамилию, вот как выходила книга, Лазарев Данченко, «Диагностика чакр» кажется, и народ просто клевал на это название и скупали сотнями тысяч эти книги. Или Лазарев, то же самое. И на этом, то есть это, так сказать, это из пиратства. А потом, так сказать, я в своей книге, как я, в Са 4 написал, что скоро будут, так сказать, уже идеи воровать. Ну, пускай воруют, пускай говорят о любви, чем о приворотах и так далее, и так далее. Но сейчас пошла другая тема. Когда человек под своей фамилией, ну, как бы, вот он прочитал мои книги, у него возникла какая-то картина мира, он о ней сообщает. Вот. Это, так сказать, полная распространенная практика, и многие авторы сейчас издают эти книги. Вот и все. А вы говорите о том, что вот вся литература, которая сегодня есть, эсотерическая, да, на рынке, это, как бы сказали, ну, это просто для денег, да, коммерция? Да, в основном для коммерции. А тогда, вот, не может ли это каким-то образом, может, я бы по образу, я правда не знаю, вот, не может ли это каким-то образом навредить человеку в том числе? Или это как бы так просто пустышкой и не следует даже там, типа, так сказать, цель? Понимаете, в чем дело? Человек может преследовать коммерческие цели, но, вот, Ньютон, из каких целей, так сказать, открыл закон семенного тяготения? Из коммерческих или некоммерческих? Это закон. Вот, если люди пишут о реальных каких-то моментах, то, сказать, это результат и этот результат работает. Другое дело, что у нас есть определенный стереотип, в который, сказать, мы хотим получить. Мы хотим получить счастье, не работая. А для этого нужно выйти в какое-то измерение, прикоснуться к каким-то высшим сферам, получить какую-то информацию, которая меня поднимет над всеми. И вот на этом желании достаточно корыстно паразитируют все остальные, так сказать, многие авторы, понимаете? И дают человеку ощущение контакта, какой-то невероятной информации, чего угодно. И, в принципе, так сказать, многие люди обращались ко мне по поводу того, что после курса в основном, которые, так сказать, сначала выходит книга, потом курсы различные, им становится реально плохо. И это тема проблемная, потому что в основном вся эта литература сводится к оккультизму. Смысл оккультизма очень прост. Человек себя не меняет, а употребляет высшие силы, так сказать, тонкие планы для того, чтобы реализовать свои, так сказать, животные желания. То есть, чем религия отличается от оккультизма? В религии нужно меняться. А в оккультизме можно молиться, призывать имя Христа и, так сказать, кого угодно для того, чтобы получить свои желаемые. Дом, квартиру, подчинить другого человека и так далее. Вот и всё. И в основном вся эта литература, она постепенно, неизбежно будет переходить в аспект оккультизма. То есть, будущего нет? Конечно. Извиняюсь за раминский вопрос. Вы всё-таки вот можете как бы, ну так скажем, разделить, да, чем вот, вот, честно скажу, немножко прочитала Свияшев в своё время, да? Да. Вот. Вы можете как-то разделить, чем отличается ваша книга, там, не знаю, ваше видение, да, вот всех этих проблем от, ну, от всех остальных? Вот так разделить. Вот вы, Сергей Николаевич, Лазарев и все. Объясню. Вот автор пишет похожее, сказать, похожее, о похожих моментах, которые есть в моей книгах. все мои выводы, мои книги основаны на диагностике, на приёме пациентов, на анализе, философском и, так сказать, чисто прикладном анализе того, что у людей происходит. Я сообщаю источник своих данных. У остальных, вот мне пишут записку, вот человек работает по вашей системе, я была у него на приёме. Дело в том, что моя система базируется на диагностике. То, как я вижу, не видит никто. Вот те слои полей, которые я увидел, никто не видит. Они просто копируют, имитируют мой метод, говоря, у вас зацепка за то, но он не видит. Поэтому что получается? Получается профанация. То же самое с книгами. Если человек написал источник, откуда он взял информацию, вот он диагност, он практик, тогда можно говорить о чём-то, но ни у кого этого нет. В лучшем случае ангелы-хранители нашептали, или просто он информацию получил. И дальше начинается, так сказать, огромное количество советов, а на самом деле реальной связи со здоровьем человека, с его характером и так далее, помощи, этого просто нет. Есть реальность, есть сказка. Сказки нужны людям, но в сказках зашифрован очень мощный стратегический потенциал. А есть сказки совершенно пустые. Вот есть такая, так сказать, книга, звенящая кедра России. Прелестная сказка. Сколько людей купилось? Сотни тысяч, миллионы. В чём смысл? Раньше была светлая сказка коммунизм, сейчас светлая сказка по гектару земли каждому. Сергей Николаевич, а была ли в вашей практике, вот, были ли в вашей практике такие случаи, знаете, когда человек вам подходил, говорил, прочитал вашу книжку, да, там, или ваши все 12, допустим, книг, там, диагностика кармы. И мало того, что ничего не помогло, стало ещё хуже. Вот как бы, не знаю, обвинял вас в чём-нибудь. Вот бывали такие случаи, у вас практика достаточно небольшая? Меня никто никогда не обвинял, но случаи серьёзных проблем у людей после моих книг были. Почему? С моей точки зрения, я считаю, я свои выводы сообщаю. Либо человек прочитал просто ради интереса, книга, как ни странно, воздействует, информация воздействует, идёт чистка, грязь вылезает, её нужно преодолевать. То есть, что я делаю на приёме? Идёт ускорение процесса, вся ваша грязь вылезает, душевная. И вы, через обращение к Богу, через молитву, через добродушие, через снятие агрессии, всё это преодолеваете. Всего два процесса. В чём смысл моего лечения? Вы, скажем, что-то натворили, ненавидели долго, или жить не хотели. Через 10 лет у вас рак. То есть, что такое рак? Это принудительная помощь вашей душе, чтобы вы больше не испытывали ненависть или уныние. Потому что, когда это всё накапливается, душа начинает распадаться. Вот для спасения вашей души вам даёт онкологию. Что я делаю? Я объясняю, как вы навредили своей душе, и то, что с вами делает природа принудительно, я перевожу в добровольное состояние. Вы прощаете, вы любите, вы видите во всём этом высшую волю. И когда вы меняетесь, то вы делаете добровольно то, что делает с вами онкология. И онкология уходит. Поэтому весь смысл моей помощи не в том, что я лечу, а в том, что я помогаю человеку сделать добровольно то, что обычно с ним природа делает принудительно. Первое. А что вы спросили? Я забыл. Напомните. Знаете, я тоже уже забыл. Да? Спросили о том, были ли люди, которые... А, да, были люди, да. Так вот, моя информация, даже в книге, она грязь эту поднимает. И если человек не хочет меняться, то есть, если в моей книге читает человек корыстный, жадный, завистливый, обидчивый, он может заболеть и умереть. И такие факты я знаю. Что поделаешь? Это факт. Дальше. Если человек читает в моей книге и неправильно к ним относится, он понимает, ага, можно быть здоровым, можно улучшить свою судьбу, нужно отмолить те зацепки, вот эти, нужно снять там агрессию и здесь, и он начинает, так сказать, подвинчивать себя, так сказать, как машину, чтобы у него была дача, машина и судьба, то корыстное отношение к моей информации тоже может давать проблемы. Как бы человеку намекает, что, так сказать, это рычаг, но им пользоваться надо правильно. Я хотел сказать, что моя информация не лечит. Моя информация очень сильно ускоряет все процессы, и положительное, и отрицательное. Если человек настроен на отрицательное, то, знакомясь с моей информацией, он может получить гораздо больше проблем, чем раньше. А не страшно написать такие книги, которые могут... Вы сами, да? Да я не задумываюсь о том, страшно или нет. А насколько тяжелый этот процесс? Начнем с того, что это опасно. Понимаете, если я даю информацию какую-то, я должен, во-первых, это сам пройти, во-вторых, я должен быть достаточно чистым. Поэтому, скажите, моя любая попытка... Понимаете, если человек внутри грязен, и он помогает другим, это опасно для них. Потому что они открываются для его душевной грязи. Оказывается, помогать другим и не получить за это наказание может человек с чистой душой. Поэтому желание помочь другим дает большие проблемы любого плана. Для очищения души. Поэтому, когда я пытаюсь помочь другим, у меня появляется куча проблем. И написание последних книг всегда у меня сопряжено со смертельной опасностью. Я пару раз разбивался в авариях, практически чудом оставался жив. Я понимал, что это связано с книгами, с моим несовершенством. И у меня была мысль остановить этот процесс, и я его продолжал только потому, что у меня было ощущение, что я обманул людей. Я много сказал, но многого не сказал. И мне поверили, и поэтому я хотел поправить то, что я уже раньше до этого сказал. И это был принудительный толчок к тому, чтобы развиваться дальше. Потому что, если уж мне поверили, я за это отвечаю. А вы вообще хорошо знаете свою аудиторию? Кто читает ваши книги? Совершенно не знаю. Мне главное профессионально помогать людям и познавать мир. и если я говорю о создании, о концепции какой-то, о мировоззрении, чтобы она была качественная. А все остальное меня не волнует. Я еще говорю, я производитель. Мне главное товар произвести. А купцы пускай интересуются, так сказать, маркетингом занимаются. Ясно. Сейчас такие вопросы, которые я вам уже задавала ранее. Насколько вообще вы заняты в течение года, допустим, да? То есть график ваших поездок, как часто вы выезжаете, как часто у вас лекции бывают? Вот это вы можете сказать. Куда? Значит, количество лекций, семинаров определяется моими физическими возможностями. У меня все меньше сил. Раньше я мог принимать по 15 часов в день, говорить мне про район. Сейчас я прием практически закрыл. Мне тяжело. Поэтому в среднем я могу два раза в месяц выступать. Все. После этого и летом я должен, так сказать, два-три месяца отдыхать. Вот у меня график. На полгода вперед приблизительно, так сказать, или точно, уже билеты закоплены, я все расположил. Все. А география какова у ваших лекций? География сводится в последнее время все ближе к Москве и Питеру, потому что публика умная, готовая продвигаться дальше, с которой я нахожу язык. И раньше я пытался освоить Америка, Италия и прочее, так сказать, Германия, а потом понял, что зачем мне тратить силы. Если бы, понимаете, мои исследования остановились и стоял вопрос их продвижения, мне было бы интересно их продвинуть там в каждой новой стране. А поскольку я продолжаю двигаться дальше, зачем мне тратить силы, чтобы убеждать кого-то или спорить и так далее. Поэтому у меня, так сказать, это Израиль, это Германия, это, так сказать, наши постсоветские страны. Этого вполне хватает. А есть какой-либо отзыв, ну, так скажем, ваш, ну, нелюбимый, не знаю, трогой сердцу от ваших читателей, которые вам что-то сказали о вашей книге, первой книге или о вашей любом книге, если 15 написано, отзыв какой-то читательский. Я вам скажу честно, я равнодушен к отзывам. И удовольствие получаю от исследований. Ругают меня или хвалят. Нормально. Должны хвалить, должны ругать. Ну, приятно же, когда хвалят. По барабану. Ясно. Так. В принципе, все. Все. Отлично. А вот, когда вы знаете, спросите у вас, вот он как бы все равно к религии, да, обращается в том числе, это имеется в виду не только православие, то есть это вообще любая. Я объясняю, почему я обращаюсь к религии. Когда я первым пациентам объяснял, как эмоция, ненависть раздают болезнь, нашло настолько сильный сдвиг мировоззрения, что люди по стенкам уходили. Понимаете? Людям было физически плохо после приема. Я понял, что если я не буду эту информацию накладывать на привычные стереотипы, то, так сказать, чем дальше иду, тем, так сказать, люди, так сказать, имеют больше шанса просто умереть после приема. Я приводил пример. Женщина, прочитав мои книги, она многое поняла и, так сказать, она сама целительница была до этого. И к ней пришла женщина, говорит, приворожи мне. Она говорит, нельзя привороживать. Уходи быстрее. Она сделала два шага, упала и умерла. И тело, через два часа приехала скорая помощь, тело разложилось, как будто оно неделю лежало. Если бы не свидетели, я не знаю, что бы было. Свидетели сказали, два часа назад она умерла. Труп был, так сказать, недельной давности, когда врачи его смотрели. Это та женщина, которая пришла, чтобы приворожить. Да. Вот та, которая пришла приворожить, та умерла. Почему? Потому что пошло, так сказать, столкновение двух энергий. Вот и все. И ко мне эта целительница пришла и спрашивала. Я говорю, мне можно дальше лечить? Я говорю, конечно, лечите. Это проблема той женщины, которая пришла, так сказать, с полной коростью, не понимая, чего она хочет. Пришла не по адресу. Проблему получила. Так вот, а с чего я начал-то? Приверегия. А, так вот, для того, чтобы объяснить систему моих исследований, я понял, что, так сказать, это очень, гораздо легче, если я, цитирую Библию, так сказать, если я говорю об иудаизме, христианстве или исламе. В основном, это иудаизм, христианство. И когда вот при понятных терминах я человеку объясняю, то, что мои исследования души, так сказать, исследования тех законов, по которым живет душа, оказалось, эти исследования давным-давно проведены. Их провела религия. Те, кто были основателями религии, они видели душу, знали о законах и развитии. И это все, так сказать, сообщено в религии. Поэтому очень много совпадений. И поэтому я с человеком, когда говорю, я постоянно цитирую Библию, чтобы он легче меня понял. Вот и все. Спасибо.